Всем большой привет! Друзья, в этом видео мы с вами приготовим очень нежный, невероятно ароматный и, конечно же, вкусный малиновый зефир. Многие думают, что готовить зефир дома очень сложно и долго. По рецепту, который я вам сейчас покажу, зефир не нужно сутки сушить. Можно кушать буквально через 30-40 минут после приготовления. А готовить совсем не сложно. Уверена, справится каждый. Попробовать приготовить домашний зефир точно стоит. Он совсем не такой, как магазины. Намного вкуснее, а главное, полностью из натуральных продуктов. И если вы еще не подписались на мой канал, приглашаю вас присоединиться. У меня на канале есть очень много видео с рецептами разных интересных блюд. Уверена, каждый найдет для себя что-нибудь интересное. И начинаем готовить мы с приготовления ягодного пюре. Для пюре нам нужны ягоды свежие или замороженные. У меня была замороженная малина. Я ее предварительно разморозила, слила лишнюю жидкость и в блендере измельчила в пюре. Но, к сожалению, это пока еще не то пюре, которое нам понадобится для приготовления зефира. Оно немного жидковато и мы его должны немножечко уварить. Для этого помещаем пюре в кастрюлю и ставим на очень медленный огонь. Дождемся, пока пюре закипит и проварим его 15-20 минут. Не забывайте периодически помешивать, чтобы ничего не подгорело. Далее проваренное, уже более густое пюре необходимо протереть через мелкое сито. В итоге у нас получается гладкая, однородная ягодная масса. Сюда нам необходимо добавить сахар из расчета 100 грамм сахара на 120 грамм пюре. Возвращаем кастрюльку с ягодным пюре на огонь и, помешивая, дожидаемся, пока растворится весь сахар. Кипятить не обязательно. У меня было яблочное пюре, которое я приготовила ранее и заморозила. И я решила добавить его к малиновому пюре. Этот шаг совсем не обязателен при данном рецепте. Но если вы захотите сделать микс вкусов, как и я, то яблочное пюре готовится по такому же принципу, как и малиновое. Только яблоки я разрезаю пополам, вынимаю сердцевину и запекаю в духовке 20-25 минут. Затем измельчаю в блендере, перетираю через сито и смешиваю с сахаром так, как я вам рассказывала ранее. А можно упростить процесс. Можно к испеченным яблокам добавить ягоды в пропорции 1 к 1 и готовить уже одно пюре из двух вкусов. Яблочное пюре я добавила к малиновому в тот момент, когда прогревала всю смесь для растворения сахара. Готовое фруктовое пюре необходимо охладить. Ну а сейчас займемся приготовлением уже самого зефирчика. В среднюю кастрюльку с толстым дном наливаем воду, которую мы подготовили для сиропа. Высыпаем сахар, высыпаем агар-агар и кладем глюкозный сироп. Все хорошенечко перемешиваем венчиком и добавляем в полученную смесь 200 грамм подготовленного и остывшего ягодного пюре. Все хорошенечко перемешиваем и ставим на плиту на самый минимальный огонь и будем варить сироп. Параллельно с этим процессом нам необходимо взбить белковую массу. Для этого два белка помещаем в чашу миксера и начинаем их взбивать, как обычно, начиная с минимальной скорости, постепенно увеличивая скорость миксера до максимальной. И не забываем следить за сиропом, его нужно периодически помешивать и после того, как масса закипит, начнет подниматься высокая пена. Мешаем в этот момент очень тщательно и после закипания сироп нужно варить приблизительно 5-6 минут. Когда белки взбились до плотной пены, насыпаем частями, не останавливая процесс взбивания, подготовленный сахар. 50 грамм сахара нам нужно всыпать к белкам. После того, как всыпали к белкам весь сахар, добавляем щепотку лимонной кислоты и взбиваем дальше. Белки я обычно ставлю взбиваться, когда сироп закипел. И как раз за то время, пока сироп варится, а это приблизительно 5-6 минут, белки взбиваются до плотной и устойчивой массы, как раз то, что нам нужно. Готовый сироп по структуре немного напоминает кисель. Он стал уже намного гуще, чем был в начале. И если поднять венчик, то сироп с венчика не стекает такой быстрой струей, как вода. Снимаем сироп с плиты и довольно быстро, не тонкой струей, вливаем его ко взбивающимся белкам. Когда влили весь сироп, зефирную массу продолжаем взбивать еще приблизительно 2 минутки. Но слишком долго не ждите. Зефирная масса при отсадке должна быть довольно теплой. Агар начинает работать приблизительно при температуре 40-42 градуса. И если вы немножко замешкаетесь, зефирная масса у вас может уже схватиться прямо в миске. И, кстати, в этот момент, если вы хотите подкрасить ваш зефирчик, вы можете в зефирную массу добавить немного пищевого красителя. Перекладываю я зефирную массу в одноразовые кондитерские мешки с насадкой. Обычно я беру крупную звезду. Отсаживаю я зефирки обычно на пергамент. Берите пергамент обязательно хорошего качества. Если есть возможность, возьмите силиконизированный. Отсаживаю я зефирки обычно круглыми завитками. Вы можете сделать так же, как у меня, а можете как-нибудь и по-своему. Тут как вам уже больше нравится. Делаю я обычно два круглых завитка. И когда хочу сделать хвостик у зефиринки, я перестаю давить на кондитерский мешок. И резким движением делаю, как будто бы запятую. Из данного количества продуктов у меня получается 22-24 половинки зефирок. Уже через 30-40 минут зефирки полностью стабилизируются и их вполне уже можно кушать. Но если у вас есть время, дайте зефиркам подсохнуть хотя бы часик-полтора. Подсохшие половинки зефирок слегка сверху присыпаем сахарной пудрой и склеиваем две половинки вместе. Склеиваются они довольно хорошо, потому что место склеивания это у нас донышко зефирок, которое осталось неподсохшим и довольно липким. Готовый зефирчик при желании можно еще немножко обсыпать сахарной пудрой, излишки немножко стряхните и у нас все готово. Домашний зефир получается невероятно нежный и очень-очень вкусный и ароматный. Настоятельно рекомендую вам попробовать приготовить и поэкспериментируйте со вкусами. Можно взять абсолютно любые ягоды или фрукты. Если понравился мой рецепт, рассчитываю на ваши лайки и поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем отличного настроения, приятного аппетита и до встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok